рад приветствовать вас сегодня на нашем вебинаре речь на котором пойдет непосредственно о компании skyway capital предполагаю что большая часть вас то находится сейчас комнате являются партнерами этой компании и речь пойдет о компании скажем так данная информация будет разделена на два раздела в первой части мы будем говорить о технологии которую разработал анатолий дарыч юницкий именно выведением данной технологии занимается компания skyway capital на мировой транспортный рынок и поговорим немножко потом о предложении которые делают компания skyway capital об инвестиционном предложении который может сделать каждого из вас успешным богатым счастливым здоровым до долгожителем радоваться жизни на этой планете и помочь это сделать огромному количеству людей прежде чем начать вещать поставьте пожалуйста плюсы нашем чате слышно видно меня хорошо нет никаких проблем со звуком и так далее вот я вижу что у нас есть люди санкт-петербурга из киева из грозного рад вас всех приветствовать вот и давайте не будем затягивать время поиска говорится трогается 18 00 соответственно мы с вами поехали по информации о компании skyway capital и так прежде чем рассказать о технологии они скажем можно говорить часами и сутками многие из вас если кто-то кстати из вас был на мероприятие которое было в минске да и на этом мероприятии участвовал анатолий дарыч уницкий который является генеральным конструктором технологии который мы сейчас будем говорить вот он рассказывал долго технологии в первый день отвечал на вопросы во второй день да он может об этом говорить скажем я так думаю несколько дней подряд были бы у него силы там и так далее вот мы с вами в рамках нашей презентации поговорим о технологии кратко у нас есть целый ряд мероприятий обучающих на которых более подробно рассказывается о технологии разработаны анатолий дарыч меницким это делает по понедельникам дважды в день александр манкова это делают скажем так сергей сибиряков алексей суходоев по средам вот у нас же сегодня будет краткая информация дана технологии но прежде чем они рассказать как я говорил очень важное положение это непосредственно компания skyway capital компания зарегистрирована на территории великобритании вы видите на слайде внизу и регистрационный номер компания является официальным партнером группы компании skyway по привлечению инвестиций для реализации технологии разработаны юницким то есть мы своей деятельностью способствуем выведению данного вида транспорта на мировой транспортный рынок и очень важный момент компания skyway capital нашей корневой компании которая называлась и называется RSV system переняла опыт привлечения инвестиций на базе крауд инвестинга либо народного инвестирования да то есть свое время анатолий дарыч юницкий обратился просто к людям к нам с вами потому что он понял что транспорт и высокоскоростной и комфортный и скажем так доступный по цене в несколько раз дешевле чем то что мы имеем на сегодняшний день да и безопасный экологически чистый в первую очередь нужен нам с вами то есть тем людям которые этим транспортом будут пользоваться вот чиновникам у которых проблем с передвижением как правило не бывают да людям из мира бизнеса у которых достаточное количество денежных средств чтобы они могли обзавестись и вертолетами может быть даже частными самолетами то есть проблем не возникает и так друзья человек который является виновником хорошем смысле этого слова всего того что происходит вы его сейчас видите на экране это анатолий дарыч юницкий он является генеральным конструктором струнной технологии также он является президентом группы компании skyway и кто он такой то есть принципе можно его отнести к российским белорусским советским еще до ученым предпринимателям изобретателям советском союзе предпринимательством заниматься было крайне сложно вот но вот скажем так изобретательством и учиться свои знания потом реализовывать на практике это можно было делать всегда за время разработки своей технологии на сегодняшний день это порядка тридцати восьми тридцати девяти лет до анатолий дарыч дважды руководил проектами организации объединенных наций эксперты данной структуры давали свои акценки экспертные скажем так заключение по данной технологии дважды он выделяла денежные средства на реализацию данной технологии начале 80-х годов прошлого столетия анатолий дарыч юницкий стал членом федерации космонавтики ссср вот и у нас есть инвесторы кстати люди которые являются космонавтами и буквально немного более года назад мы проводили презентацию москву приходил один из них это даже герой советского союза да то есть вы знаете такие награды давались далеко не всем людям и вот такие люди являются инвесторами в нашем проекте у него более 140 изобретений у натуре дарыча низкого да и несколько десятков из них сегодня реализованы на практике в целом ряде направлений развития промышленности и в сельском хозяйстве у него 18 монографии более 200 различных научных работ с большинством из которых вы можете познакомиться непосредственно на сайте инженера юницкого вы видите 3wunitsky.com три высших образования которые были получены в разное время натуре дарыча юницким это инженер транспорта это патент высшее образование в направлении патентного права изобретательства и проектирование строительства высотных зданий инфраструктурных сооружений сегодня все эти три высших образования натуре дарыч использует скажем так для внедрения технологии разработанной им же и для этого мы все с вами трудимся прежде чем рассказать короткую историю да но хотя коротко назвать ее нельзя больше можно сказать что коротко рассказать об истории до развития струнных технологий я бы хотел включить вам ролик который расскажет о транснете транснет это новый вид мировой паутины следующий за мировой паутиной под названием интернет то есть транснет это новый вид мировой паутины который будет связано с передвижением с перемещением грузов и людей и все достоинства все преимущества интернета которые мы сегодня с вами используем а буквально 15-20 лет назад скажем так данной технологии практически не было а сегодня уже благодаря интернету у нас появилось огромное количество новых специальностей до новых профессий новых устройств огромное количество высоко квалифицированных рабочих мест и это можно скажем так продолжать и казалось бы одна технология так круто изменила нашу с вами жизнь то есть мы с вами можем общаться посредством интернета я в москве вы в тех городах где вы сегодня находитесь таким же образом люди могут обучаться получать образование таким же образом мы можем скажем так общаться с родными и близкими раньше если вы помните да для того чтобы сделать междугородный звонок зачастую приходилось идти на переговорный пункт заранее заказывать на какую-то дату да что мы хотим три минуты поговорить там с таким-то городом и в указанную дату время прийти и ждать вызова в кабинку вот я думаю среди вас есть те люди которые помнят данную скажем так схему да по которой мы общались со своими родными и близкими далее интернетом позволяет делать какие-то покупки в интернете нам оказывается огромное количество услуг мы можем оплачивать жкх мы можем смотреть телевидение в интернете и много-много чего еще да так вот технология под названием транснет она в себя впитает все то что нам дал интернет и добавит еще то что мы сможем перемещаться практически в любую точку земного шара где будут построены дороги по данной технологии мало того благодаря данной технологии мы сможем в удаленные уголки страны планета да там где сегодня их можно назвать труднодоступны либо недоступны довести все прелести цивилизации но в первую очередь положительные из них да это свет туда можем провести высокоскоростной интернет потому что в путевую структуру дороги по технологии транснета можно все это строить итак друзья короткий двухминутный ролик транспортные пути живительные артерии современного мира кровеносная система глобальной экономики должна непрерывно поддерживаться в тонусе и обновляться представьте себе быструю экологически чистую транспортную систему для строительства который потребуется в десятки раз меньше материалов земли средств чем для классических дорог в мире нет аналогов этой системы хотя все ее элементы известны и используются сегодня традиционно транспортной системы не оптимальны и не отвечает требования времени к идее новой транспортной технологии меня подтолкнула природа основа трансмета жестко струнного рельса по своей сути мостовой ванты струна зашита в балку жесткости становится легкой но необычайно прочной путевой структуры транснет изобретение юницкого признанная в научном мире и проверенные годами испытаний за патентованной технологии эта коммуникационная система из трех составляющих специальная путевая структура установленная на опорах подвижной состав на стальных колесах инфраструктура транспортная энергетическая и информационная расположение путевой структуры над землей имеет принципиальное значение для удешевления строительства и бережного отношения к экологии а также для обеспечения высокого уровня безопасности транснет очень простая и универсальная система спектр ее применения практически не ограничен технологии транснет эффективны в самых разных отраслях экономики при разработке месторождей при транспортировке грузов в труднодоступных и малоосвоенных районах севера россии транснет это еще и высокоскоростной и комфортный городской и междугородний пассажирский транспорт итак друзья я думаю те кто из вас первый раз смотрит ролик о технологии skyway получили представление что она из себя представляет да то есть дороги подняты над землей огромное количество преимуществ на которых мы чуть позже с вами остановимся а сейчас краткая история до того что было сделано это что на сегодняшний день скажем так нам предстоит еще сделать в рамках реализации данной технологии итак друзья с конца 1977 года по середину 90 был первый этап в развитии струнных технологий сразу хочу сказать что струнные технологии они себя включают не только транспорт который поднят над землей вы сейчас видели даже транспортное средство передвигается над путевой структурой это также строительство мостов это строительство струнных портов которые могут быть вынесены в акваторию морей озер океанов да то есть береговой линии что сэкономит огромное количество денежных средств и строительных материалов при строительстве данных портов да далее по струнным технологиям можно возводить здания высотные здания и здания коттеджного типа то есть которых может жить одна семья то То есть также еще струнные технологии можно применять для строительства взлетно-посадочных полос, аэропортов, аэродромов. Но мы больше упор делаем на транспорт. Итак, в 1977 году была первая заявка на изобретение, которую оформил Анатолий Дарвич Юницкий. Потом были первые публикации в научной прессе, в первую очередь Советского Союза. Федерация космонавтики СССР именно на первом этапе признала струнные технологии как перспективные, над которыми нужно работать и внедрять их на территории Советского Союза. В это время был получен первый грант Советского фонда мира на развитие данной технологии. И по сути дела в 80-х годах также было важным, наверное, событием. Это первая международная научно-практическая конференция по теме внеракетного освоения космоса и по струнному транспорту в том числе. Второй этап с 1995 по 2000 год. Важен тем, что у Анатолия Дарвича Юницкого уже появилась своя научная школа. Он работал в Санкт-Петербурге, провел большое количество испытаний в аэродинамической трубе по приданию наиболее обтекаемой формы будущего подвижному составу. То есть максимально снизить коэффициент аэродинамического сопротивления. Чего он, кстати, и добился. В первую очередь он работал над формой будущего высокоскоростного Skyway, который может развивать скорость до 500 км в час. Кстати, хочу сказать следующее. То, что грузовой транспорт, который будет построен, грузовые дороги по технологии Skyway, транспорт будет развивать скорость до 120 км в час, городской от 50 до 150. На втором этапе был получен первый грант организации Соединенных Наций на развитие технологий. И, по сути дела, были продемонстрированы первые действующие физические модели разного масштаба, вплоть до масштаба 1 к 10. Что подтвердило, что данная технология имеет место жить. И, скажем так, в масштабе 1 к 1, если все сделать то же самое, то данное транспортное средство поедет, и все это будет эффективно, и все это будет работать. По сути, здесь была отработана технология первого поколения, но, конечно, в первую очередь, наверное, все-таки документальная. То есть документация была отработана технология первого поколения. Важным этапом развития технологии, разработанной Венецким, был третий этап. Потому что именно в это время в подмосковном городе Озеры, здесь недалеко, в 100 с небольших километрах от Москвы, в направлении Рязани, чуть южнее, находится город Озеры. Именно в нем, благодаря содействию Александра Лебедя, на то время он был губернатором Красноярского края, был построен первый демонстрационный сертификационный участок, на котором данная технология была продемонстрирована миру. То есть данный участок посещало большое количество различных комиссий, целого ряда государственных структур, касаемые, скажем так, темы науки, техники и транспорта в первую очередь. Был целый ряд международных делегаций, которые увидели, что из себя представляет транспорт будущего. В то время именно так и говорили. На данном участке, на данном полигоне, был отработан целый ряд методик. Скажем так, было проведено большое количество испытаний струнного транспорта. И, по сути дела, на данном этапе был получен второй грант организации Объединенных Наций. И заключены целый ряд государственных контрактов на строительство дорог в целом ряде регионов Российской Федерации. В первую очередь Хабаровский край, тоже Лебедь, когда еще был жив, то есть планировал построить такие дороги у себя в Красноярском крае, Хатематийский автономный округ, Ставропольский край и так далее. Что еще хотелось бы отметить? Что именно на этом этапе, в конце третьего этапа развития струнных технологий, с технологией был познакомлен президент Российской Федерации. На то время им был Дмитрий Анатольевич Медведев. Он на госсовете, который проходил в Ульяновской области, сказал, что это самая ненависть инновационная технология. Вот мы сейчас все это с вами увидим. Но прежде чем вы это увидите, я бы хотел продемонстрировать ролик о том, что о технологии Skyway говорилось в большом количестве средств массовой информации на центральных каналах телевидения, региональных телевизионных каналов. Был, скажем так, целый ряд тематических передач, посвященных струнному транспорту. То есть технологии знали, о технологии говорили. На целом ряде, скажем так, форумов, посвященных науке, технике и транспорту в первую очередь, Анатолий Дардач принимал участие в своей технологии. Она была отмечена целым рядом наград, дипломов, золотых медалей и так далее. Ну сейчас давайте ролик о полигоне в подмосковном городе Озеры. Готов, прием! Привет! Привет! В 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живет на стиле специальными шасси с двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Под струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становится автор проекта Анатолий Юницкий. Струнная транспорта система, это очень медленно-система. И доказательством того является то, что я стою под грузовиком 8-12 тонн. Первым в мире струнным автомобилем управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай экстренной эвакуации 20-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему фалу. Испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова взбирается на эстакаду. Кроме испытаний различных вариантов грузового СТЮ на полигоне в городе Озеры, был осуществлен также комплекс испытаний на моделях струнных дорог разных типов в масштабе 1 к 15, 1 к 10 и 1 к 5. Все модели действующие и полностью отвечают критерию физическая модель, то есть с точки зрения физики соответствует полноразмерным изделиям и позволяет моделировать статику нагружения и динамику движения. Был осуществлен также комплекс лабораторных испытаний и выполнены многочисленные продувки моделей воскоскоростных юнибусов в аэродинамической трубе, что позволило спроектировать самое экономичное колесное транспортное средство в мире. Кстати, одновременно в одном вагоне сможет ехать не больше 60 пассажиров. Никакой террористический акт этой дороги не страшен. Опыты показали, что если рухнет опора, юнибус будет ехать по-прежнему. Его лишь немного покачнет. Струнная дорога – это безопасный и комфортный транспорт. В заключении Анатолий Эдуардович поведал, что и нашу страну готов опутать с миллионами километров таких экологичных дорог. Они, по его словам, пройдут над горами, лесами и зелеными холмами. Итак, друзья, именно это было все на третьем этапе. К сожалению, после госсовета, который проходил в Ульяновске, где губернатор Ульяновской области представил технологии и сказал, что нужно внести ее в список критических технологий, было принято решение дать даже денег на развитие. Порядка миллиарда рублей было дано в распоряжении Минтрансу изыскать для развития данных технологий. Но, к сожалению, полигонов в подмосковном городе Озера после этого не стало. В течение короткого времени его разобрали. Важно, что Анатолий Эдуардович не отчаивался, не опустил руки и продолжал работу над своей технологией и продолжал вести переговоры с людьми, которые могли проспонсировать, профинансировать строительство теперь уже нового участка, на котором можно было продемонстрировать возможности технологии, провести сертификационные работы и потом вывести данную технологию на мировой транспортный рынок. И вот сейчас я, в принципе, никогда этого не делал, но, тем не менее, решил сегодня на презентации включить этот видеоролик, потому что далеко не все, скажем так, могут его найти, хотя он есть на всех наших интернет-ресурсах. Это как раз-таки тот видеоролик о Госсовете, который проходил в 2009 году, на котором были все губернаторы всех регионов Российской Федерации, были министры целого ряда профильных министерств. Поэтому я вам предлагаю внимательно его посмотреть и понять, что реально, скажем так, правительство, да, было осведомлено о том, что у нас есть новый вид транспорта, и если бы мы его развивали так, как надо, то уже давно, скажем так, строили дороги по технологии Юницкого по территории Российской Федерации, не только. Итак, друзья, ролик о Госсовете, и дальше мы с вами уже будем двигаться по информации, по... На выступление, пожалуйста. Сначала слово губернатор Ульяновской области. Пожалуйста, Сергей Иванович. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, на мой взгляд, нам надо не столько и не только догонять остальной мир, мы сегодня об этом говорили уже здесь, сколько обгонять его в принципиально новом направлении. И я уверен о том, что нашей стране сегодня нужна такая большая, амбициозная сверхзадача. На мой взгляд, ей может стать транспорт нового поколения, который может эксплуатироваться в любых условиях, быть самым экономичным и экологически безопасным. И я веду, может быть, для некоторых покажется достаточно странным в виде транспорта, но я хотел бы сказать о том, что такие разработки у нас есть. Это струнный транспорт Юницкого. В вопросах разработки по струнным технологиям мы, как минимум, на 15 лет опережаем Запад. Струнный транспорт может стать новой формой развития общественного транспорта, как внутри мегаполисов и крупных городов, так и в сообщениях между ними. Я могу привести примеры экспертов. При обеспечении расчетной скорости движения 350 км в час и объеме перевозок до 100 тысяч пассажиров в сутки, трасса Москва-Санкт-Петербург, работающая на струнном транспорте Юницкого, будет на 700-800 миллиардов рублей дешевле аналогичной высокоскоростной дороге в эстакадном исполнении. При себестоимости перевозок до 350 рублей на пассажира. А исполнение железобетонных взлетно-посадочных полос по струнным технологиям повышает их несущую способность ровность и долговечность покрытия, безопасность взлетки и посадки самолетов. Экономия только на одной такой взлетно-посадочной полосе, опять же, как говорят эксперты, составляет не менее 1 миллиарда рублей. Вот поэтому мы в Ульяновской области приняли решение и создали буквально на этой неделе инновационный центр струнных технологий с полигонами, с республикционных и демонстрационных трасс. В перспективе мы будем строить в Ульяновске городскую трассу подвесного струнного транспорта Юницкого. Я хотел бы внести предложение в перечень поручений по итогам Госсовета следующие пункты для правительства Российской Федерации. Рассмотреть вопрос о включении струнных технологий в перечень критических технологий Российской Федерации. Включить вопрос о разработке и реализации новой инновационной транспортной технологии второго уровня струнного транспорта Юницкого в транспортной стратегии Российской Федерации с последующим формированием федеральной целевой программы. Спасибо. Спасибо. У вас интересное выступление, Сергей Иванович. Я не знаю, что из названных вами новых видов транспорта может быть реализовано в ближайшей перспективе, но как минимум это желание думать о будущем. Полет фантазии. Я посмотрел, тут наши коллеги, представляющие крупнейших российских перевозчиков, так улыбались в кулак. Ну, напрасно. Иногда нужно уметь мечтать. Я думаю, что когда лет 200 назад или там 150 лет назад рассказывали про паровоз, то специалисты в области конных перевозок так же сидели и так улыбались, типа чушь какую-то рассказывают. Но потом из этого получилась целая отрасль, которую, кстати, вы возглавляете. Именно это, кстати, и есть инновации, если уж так по-честному, но такие уже серьезные. Дмитрий Анатольевич, давайте включим в проект поручения и мы докажем буквально через несколько лет о том, что мы будем с вами самыми лучшими в мире. Давайте включим, финансирование найдете и тогда всем все докажем. У нас, кстати, по струнному транспорту Юницкого есть стратегические партнеры. Мы, начиная со следующего года, начнем этим заниматься. По поводу этого струнного транспорта, о котором вы говорите, я не даром на это отозвался. Мне вот этот проект принесли лет 8 назад. Я просто помню его. Вот эта бумага начала ходить 8 лет назад. Я так понимаю, что за это время ничего не сделано. Значит, либо этот проект нереальный, либо действительно никто не хочет помогать. Дмитрий Анатольевич, совершенно верно, у вас есть ваше поручение, еще работая в правительстве. Но, к сожалению, все написали о том, что очень интересный проект, жизненно необходимый, но это не принадлежит нашему ведомству. Это от Минтранса и от других агентств. И все так оттолкнулись технично. Ну ладно, понятно. Значит, будем продолжать работу. Итак, друзья, у данного ролика, у данной информации, которую вы сейчас увидели, будет продолжение. Я его озвучу сегодня на нашем вебинаре. Но, в принципе, я думаю, вы наверняка в своей жизни уже видели подобные ситуации, когда люди боятся чего-то нового. Данная технология не похожа ни на что. Она сильно отличается, хотя вроде бы чем-то похожа на трамвай, на железную дорогу и так далее, от всего того, что мы сегодня имеем. Поэтому все новое входит в нашу жизнь очень тяжело. Я не знаю, есть ли среди вас любители, которые любят слушать песни Владимира Высоцкого. У него есть песня про Кассандру. И там очень здорово говорится, что очевидцев, точно как и ясновидцев, во все века сжигали люди на кострах. Но, к сожалению, так оно и было. Огромное количество людей, которые предлагали инновации, какие-то идеи в средние века, немножко позже, сгорели в кострах инквизиции. Здесь, скажем так, данная технология, которую предложил Анатолий Дарвич Юницкий, она, наверное, сгорела в равнодушных душах чиновников. Которым, в принципе, они ждали указания сверху, оно не поступило. Соответственно, это можно прикопать, скажем так, прикрыть на время и забыть. Руликов у нас большое количество, да. Я вам предлагаю, если вы интересуетесь развитием нашей технологии, если вы, скажем так, хотите ознакомиться с большим количеством видеоматериалов, заходите вот по этой ссылке. Это видеоканал компании Skyway Capital. Там есть и целый ряд, скажем так, ответов на вопросы непосредственно Анатолия Дарвича Юницкого. То есть за данную презентацию обо всем показать все и рассказать все просто невозможно. Цель презентации – это дать информацию новичкам. Если они заинтересуются, ответить на их вопросы есть такие будут, да. Либо вы сами ответите на вопросы ваших новичков, которых вы приглашаете на презентацию. То есть презентация – это место выявления интереса. Захочет человек разбираться дальше. Он может стать нашим партнером, он может стать акционером и потом стать богатым, успешным и счастливым. Не захочет – это тоже его право. И какой, скажем так, путь он и не выбрал, он всегда прав. Вы знаете такое выражение, да. Итак, друзья, третий этап. То есть в принципе он закончился в 2009 году. Четвертый этап продолжается и по сей день. То есть именно на четвертом этапе после целого ряда переговоров с чиновниками разного уровня и с людьми мира бизнеса Анатолий Дарвич принял решение оценить свою интеллектуальную собственность. То есть все то, что у него есть технологии. Этим занимались независимые европейские компании-агентства, которые оценили технологию в 400 миллиардов долларов США. На основании этой оценки была зарегистрирована компания Великобритании в 2013 году. И было принято решение привлекать инвестиции посредством метода краудинвестинга. То, как мы двигаемся на сегодняшний день, и все инвестиции, практически большинство из них, да, львиная доля, пришла посредством краудинвестинга. Либо народного инвестирования. Денежных средств, физических лиц, частных лиц. Таких, как вы, таких, как мы здесь. И благодаря этому идет движение уже два года. Первые инвестиции пришли в наш проект в 2014 году, в январе. Цель привлечения инвестиций – строительство вот такого демонстрационного участка, ролик, про который вы смотрели, только намного более круче, да, потому что речь уже пойдет о четвертом поколении Skyway технологии, а не о втором, который был в подмосковном городе Озера. Этот участок у нас сейчас есть в Минской области, в Пуховичском районе, недалеко от города Марина Горка. В этом смогли убедиться более 700 человек, да, которые были на экофестивале в эти выходные, которые вот у нас были там 23-24 числа. Было большое количество людей, было большое количество инвесторов, которые начали инвестировать в наш проект в 2014 года, и они как раз приехали убедиться в том, куда пошли их деньги, да. На сегодняшний день уже проделан большой объем работы. Много видео, много, скажем так, видео из новостей вы можете найти на нашем видеоканале. Я только хочу добавить, да, то, что привлекаемые инвестиции идут сейчас непосредственно на строительство эко-технопарка, где будет продемонстрировано еще раз, что из себя представляет транспорт, и проведены сертификационные работы, потому что без получения сертификата мы не сможем строить дорогу. И что еще очень важно, у группы компании Skyway существует четкий 15-этапный бизнес-план выведения данной технологии в свет, да, то есть на мировой транспортный рынок и с пакетами долей компании выйти на мировой рынок инвестиций с 2004 по 2017 год. И сегодня у нас с вами заканчивается шестой этап. Когда он закончится, вам будет объявлено, но скоро мы с вами перейдем на седьмой этап развития технологии, на котором будет свой перечень работ, которые необходимо выполнить, и на выполнение этих работ необходимы инвестиции, которые нам нужно с вами будет привлекать. Вы можете, кстати, просто быть инвестором, а вы можете помогать нам привлекать инвестиции в наш проект, и за это вас компания еще вознаградит. Итак, первые инвестиции пришли в 2014 году, сегодня мы с вами находимся в 2016 году. 20 небольшим года прошло с того момента, как технология, скажем так, получила первые денежные средства, и сегодня все, что построено, это было на деньги физических лиц частных инвесторов. На данном слайде вы видите короткий перечень, да, и гораздо больше данных структур. На сайте инженера Юницкого, www.unitsky.com, вы можете найти заключение гораздо большего, скажем так, количество институтов и структур различных государственных Российской Федерации, не только, которые давали свои экспертные оценки технологий. Здесь вы видите Институт проблем транспорта Российской Академии Наук, Госстрой России, Министерство экономики транспорта, Петербургский госуниверситет путей сообщения, да, про организацию обменных наций мы с вами говорили. Как я говорил, было получено более 50 патентов на ноу-хау, которые Юминский использует данные технологии, и на различных международных форумах, выставках было получено более 40 международных дипломов наград, вот одна из премий, о которой я люблю говорить, потому что я вижу каждый день, она прямо находится вот напротив меня, называется «Золотая колесница. Проект года в транспортной отрасли». Юминский получил две такие премии за участие в целом ряде форумов, посвященных транспортной отрасли. На данном слайде перечислены, скажем так, основные преимущества технологии, и опять же о преимуществах тот же Анатолий Эдуардович, например, может говорить несколько суток. Вот, Сергей Сибиряков и еще, скажем так, Александр Мунко, которые проводят презентации по технологии, рассказывают на семейной встрече, что она из себя представляет, тоже могут этому потратить несколько часов. Сейчас же у нас времени не так много, поэтому вы видите, очень важно, низкая себестоимость строительства. Если мы просто приведем какие-то цифры, на одном километре дорог Skyway экономится до 500-750 тонн железа в сравнении с высокоскоростной железнодорожной эстакадой. Вот, минимальный землеотвод, да, то есть для того, чтобы построить дорогу Skyway, землеотвод требуется в сотни раз меньше, в сто раз меньше, чем для автомобильной дороги. Вот, высочайший уровень автоматизации, то есть человеческий фактор будет сведен к минимуму, практически к нулю. Кстати, на московском метрополитене уже ходит по кольцевой линии один из поездов, на котором, скажем так, машинист присутствует как просто, ну, на пожарной, на всякий пожарный, да. То есть поезд передвигается в автоматизированном, автоматическом режиме, вот. И есть целый ряд стран, и в Европе и в Соединенных Штатах Америки есть целый ряд видов транспорта, где водителя нет. У меня ребенок, я рассказывал, на одной из презентаций был в Брюсселе, в прошлом году проходил практику при Европарламенте, да, и он ездил в выходной в город Лиль во Франции. И в Лиль, в метро, в котором он передвигался под землей, там и над землей, там нет машиниста. Он сидел на первом сидении и фотографировал то, что, скажем так, расположено перед поездом. Далее, высокие скоростные показатели. Я уже говорил, высокоскоростной Skyway до 500 км в час, городской от 50 до 150, грузовой до 120 км в час, и протяженность линии, может быть, до 10 тысяч километров. Вот, минимальные эксплуатационные расходы. Здесь в первую очередь говорится о том, что эстакады, однажды построенные, как заявляет генеральный конструктор, да, будут стоять более 100 лет. Вот, эксплуатационные расходы, которые мы с вами видим, уходят на транспорт, поддержание его в рабочеспособном состоянии. Ежегодно из бюджета, деньги, которые выделяются, более 90% этих денег идут на ремонт данных дорог, да, на амортизацию, потому что с дорогами у нас, в принципе, беда. Вот, и только порядка 7% выделенных денег идет на строительство новых дорог. Здесь не нужно будет эти деньги тратить. Мало того, данный транспорт можно назвать всепогодным, да, и, в принципе, можно строить в различных климатических поясах, потому что путевая структура, скажем так, диапазон ее температур, выдерживающих от минус 70 градусов до плюс 70 градусов. Вот, разный рельеф местности. В отличие от тех видов транспорта, которые мы с вами имеем, да, сильный дождь, наводнение, сильный снегопад зимой, туманы и так далее, транспорт весь встает. По данной технологии транспорт будет передвигаться. Вот, опять же, если мы возьмем зиму, 65% территории, например, Российской Федерации находится в зоне вечной мерзлоты. Вот, и зима у нас во многих регионах суровая, много снега падает, этот снег надо убирать, расчищать дороги и так далее. Огромное количество денег, людских ресурсов, техники, да, и энергии. Вот, для этой дороги всего этого не потребуется. И вообще снег зимой это нормально, в принципе, да, я просто вспоминаю свое детство в Советском Союзе. Я вот не помню, чтобы у нас рассказывали и показывали, да, что снег зимой это плохо и что, скажем так, зимой, точнее, весной, когда тает снег, что это какая-то проблема. Почему-то такое количество городов не оказывалось в зоне, скажем так, половозья и так далее, и так далее, и так далее. То ли вовремя снег таял. Потому что даже в стихах, я помню, и в сказке там 12 месяцев, да, первая копель, первые ручейки начинали журчать в апреле. А у нас зачастую в мае уже, скажем так, снег сошел. Далее. Мы не будем нарушать, скажем так, экологию тех мест, где будет прокладываться данная дорога. И одно, наверное, из самых важных преимуществ, на котором я заострю внимание и пойду дальше, это высочайший уровень безопасности. Вот это, наверное, самый важный фактор, потому что, как говорит Юрницкий, мы сохраним более 100 миллионов жизней, да, вот, в 100 лет ближайшие. Потому что каждый год погибает порядка миллиона человек только в автомобильных катастрофах, да, не считая там самолетов, это гораздо реже происходит, или железнодорожных каких-то аварий. Вот, то есть автомобиль стал орудием убийства, да, более страшным, чем автомат Калашникова. То есть в военных конфликтов в год погибает меньше людей, чем в автомобильных авариях и катастрофах. И, наверное, первый принцип, благодаря которому люди будут оставаться живыми, да, потому что транспорт будет над землей, а мы сможем передвигаться спокойно по поверхности нашей планеты, не опасаясь, что нас кто-то собьет, да, на нас кто-то наедет в неожиданном месте, и так далее, и так далее. Далее, прочность путевой структуры по отношению к нагрузкам, которые она будет нести при торможении и разгоне транспортного средства, минимум десятикратная. Это тоже очень важно. Идеально ровная путевая структура, низкий уровень шума, высокий уровень комфортности, да. Каждое транспортное средство будет снабжено специальным противовосходным устройством, которое не будет позволять транспорту переворачиваться, там, сходить в стороны и так далее. И все это вот в технологии, которую разработала Наталья Юрьевича Юрьевницкий. Итак, друзья, 2014 год, помните, я сказал, это был, скажем так, год начала инвестирования нашего проекта, и, в принципе, велись серьезные работы в 2014 году, скажем так, результативность, наверное, трудно было показать, но, наверное, одним из самых важных моментов 2014 года, это целый ряд конференций международных, на которые были наши инвесторы, после которых, скажем так, армия инвесторов увеличилась, да, и открытие научно-производственного предприятия на территории Республики Беларусь, в городе Нинске. Сегодня там трудится более 100 человек инженерно-конструкторского персонала, которые работают над винием данной технологии. 15-й год он стал ключевым, переломным, наверное, в развитии нашей технологии, потому что именно в 15-м году вначале определились с земельным участком. Именно в 15-м году, скажем так, в начале февраля, уже конструкторы сделали первые эскизные рисунки в привязке к конкретному участку местности, за которые наша компания начала бороться, потому что по закону Республики Беларусь земля за вами закрепляется только если вы выиграете аукцион по этой земле, а он был назначен на июнь месяц. Весной 2015 года были приведены два раунда переговоров в Объединенных Арабских Эмиратах, которые дали, скажем так, позитивные результаты и намечен целый ряд работ, которые совместно с арабской стороной наша компания в дальнейшем, возможно, будет выполнять, потому что к 2019 году, может быть, будет построен такой же участок, как в Беларуси на территории Эмирата Абудами. Из него вытечет, скажем так, целый ряд еще направлений деятельности нашей компании совместно с арабской стороной. То есть, если все будет реализовано нормально, до 100 миллионов долларов арабы готовы, скажем так, инвестировать в данный проект. Возможно, будут построены дороги к Экспо-120-20 на территории Эмиратов, но все это, скажем так, в стадии переговоров и есть вероятность, что все это будет реализовано. Далее, июнь месяц мы в итоге на аукционе получили участок земли, порядка 36 гектар в Пуховичском районе Минской области. Договор был зарегистрирован в Едином государственном регистре Недвижимость Республики Беларусь в конце июня. В июле закончилась реструктуризация группы компаний Skyway. Мы перерегистрировали зону Британских Вирджинских островов, холдинг наш перерегистрировался. И с этого момента пакеты, которые приобретают инвесторы в нашем холдинге, они стали эквивалентны доллару США. В июле месяце был проведен субботник, я на нем был, на территории Экотехнопарка, по зачистке, скажем так, границ территории уборки мусора и так далее. И именно в конце июля были проведены первые работы на территории Экотехнопарка. В августе началась стройка. В сентябре наше научно-конструкторское предприятие в Минске посетил Ротхук с делегацией из Австралии, человек, который на территории Австралийского континента реализовал целый ряд крупных инфраструктурных проектов на сумму свыше 10 миллиардов долларов США. Они в начале июня разобрались технологии, что она из себя представляет. В сентябре приехали, посмотрели все своими глазами, пообщались с Анатолием Даровичем Юницким. И сейчас уже ведутся активные работы по внедрению данной технологии на территорию Австралийского континента. Те из вас, кто вот этой теме, скажем так, заинтересован, может зайти в последние 2-3 новости в личном кабинете партнера компании Skyway Capital. Там говорится о том, что сейчас делается в Австралии по поводу реализации нашего проекта на территории Австралийского континента. Далее, что еще было очень важным этой осенью, да, то есть наша компания в 2015 году приняла участие вместе с Пуховичским райисполкомом в тендере в рамках программы «Зеленая экономика Республики Беларусь». То есть порядка на 20% была разбита сумма около 5 миллионов евро, и мы попали тоже в этот список. Часть суммы от 5 миллионов евро была выделена на наш проект в том числе. В октябре месяце состояла закладка нулевого километра. Кстати, в этот раз в городе Минске все, скажем так, инвесторы, которые были на территории Экотехнопарка, фотографировали с этим нулевым километром, который находится возле анкерной опоры, да, вот. И что еще хотелось сказать по 2015 году? В конце 2015 года, да, вот как раз когда была закладка в октябре, была еще международная конференция, на которой выступал Анатолий Дарович Веницкий о перспективах развития нашего проекта, да, и в ноябре 2015 года в конце группа компаний Skyway, компания Skyway Capital в том числе перешла на новый инвестиционный продукт. Сейчас мы с вами находимся в 2016 году. Очень важной вехой в развитии нашей компании в этом году уже стало заседание экспертного совета Министерства транспорта Российской Федерации 11 февраля, после которого был подписан, скажем, вот этот документ, которым экспертный совет Минтранса признал технологию, разработанную Юницким, инновационной. Это очень важно, да, хайповский проект, какую-то левую технологию инновационной не назовут. У этого, скажем, есть события, своя история. В начале года Анатолий Дарович Юницкий написал письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву, вы увидели сегодня на экранах на госсовете. Поблагодарил за то, что он уделил внимание на госсовете в 2009 году нашей технологии и написал, что мы решили вопрос, который вы задали, финансирование нашей технологии. Да, и сегодня у нас идет строительство в Белоруссии, и на эту территорию экотехнопарка мы вас приглашаем осенью 2016 года. После этого началось движение, пригласили в Минтранс, дважды он приезжал, делал презентацию нашего проекта, и мы получили вот такое заключение. А 25 марта, опять же, экспертный совет признала не только инновационной, но и перспективной. То есть перспективной, значит, ее можно использовать на территории Российской Федерации, так как это, скажем так, учреждение именно Российской Федерации, Минтранс России. Важной вехой в 2016 году станет выставка, которая пройдет, точнее, мероприятие, которое пройдет в Берлине. Оно называется «Инотранс». Уже, скажем так, последние несколько лет это очень крупный форум, в первую очередь посвященный транспорту, да, и вы видите здесь, там есть какие категории, которые будут представлены различные компании, это ЖД-технологии железнодорожные, инфраструктура железнодорожная, общественный транспорт, и есть транспортные инновации. Именно вот в этом, скажем так, разделе, в этой категории будет представлена компания Skyway, технологии струнные. И важно, что на данную выставку, на данное мероприятие из Евросоюза пришло приглашение, то есть не мы там ездили, искали, куда бы нам пойти, да, а оттуда пришло приглашение, чтобы наша компания принимала участие в данном форуме. Вот. По сути дела, на 2016 год, что будет сделано, да, в ближайшее время будет продолжено строительство городского транспорта, вы видели, там у нас уже выставлены все промежуточные опоры, скоро будет осуществляться установка ферна промежуточной опоры, натяжение струн, и к октябрю месяцу, когда состоится вторая крупная международная конференция на территории Республики Беларусь, это планируется сделать в октябре, будет продемонстрирована городская трасса SkyWay. Параллельно будет вестись работа сейчас по закладке и строительству грузовой трассы SkyWay и легкой трассы, там, так называемой юнибайки, да, и к концу, там, 16-го, начало 17-го года планируется продемонстрировать уже рабочую еще и грузовую дорогу SkyWay, причем и городская, и грузовая будет как в подвесном варианте, так и в навесном, потому что есть разновидности. Вот технологии вы можете подробнее навесная, подвесная, городская, там, междугородняя, высокоскоростная, узнать на сайте Юницкого, ссылку на которую вы увидели на одном ислайде, либо, скажем так, увидеть это все на нашем интернет-канале, на YouTube, который я вам ссылочку дал. Что еще хотелось отметить? Прошло мероприятие в Минске, прошло, скажем так, очень успешно, прошло, скажем, динамично, интересно. Люди, которые были на этом мероприятии, увезли с собой, скажем так, ну, наверное, укрепленную веру в то, что это скоро состоится, это именно так, да, то есть мы не говорим уже, что это транспорт далекого будущего, это транспорт, который будет внедрен вот-вот. И что очень важно, они увезли эмоции, они увезли, скажем так, информацию, полученную из первоисточника, от человека, который все это, скажем, организовал, возглавил, и активно работает на реализации своего проекта. Вот. И я говорю, что важным событием будет выставка в Берлине, международная конференция, которая пройдет у нас в конце года, это в октябре месяце, на территории Минской области. Теперь предложение компании Skyway Capital, да, непосредственно вторая часть нашего вебинара. То есть, когда мы начинали свое движение в мире бизнеса, это было 24 февраля 2015 года, была проведена первая презентация компании Skyway Capital, мы вышли с миссией, которую вы увидите сейчас на экране, то есть обеспечение финансирования новой мировой системы транспортных сообщений, объединение ожиданий людей всего мира в доступном, безопасном, экологически чистом виде транспорта, и при этом мы еще создаем благоприятные условия для реализации потенциала каждого инвестора, да, то есть особенно тех людей, которые стремятся к финансовой независимости, потому что у нас такая возможность есть. По сути дела мы делаем все для того, чтобы привлечь необходимый объем инвестиций для реализации технологии, которая называется «Русский прорыв». Было целый ряд конференций в 2014-2015 году, которые, так и говорили, Skyway – это технология под названием «Русский прорыв». Мы работаем по системе краудинвестинга, то есть привлекаем инвестиции от физических лиц, и по мере, скажем так, возможностей каждого человека. То есть здесь нет никаких каких-то норм жестких, которые мы установили, что вы можете проинвестировать не менее 1000 долларов, 5000 долларов, да, каждый по мере своей возможности, потому что минимальный пакет у нас стоит от 15 долларов США. Из своей деятельности мы способствуем выводу нового инновационного транспорта на мировой рынок. Задача, которую мы ставим перед собой, это привлечение максимального количества инвесторов, привлечение максимального количества инвестиций на основе микрофинансирования, то, что я уже сказал. То есть у нас инвестировать наш проект могут как люди из социального слоя студенчества, пенсионеры, к сожалению, эти люди не получают больших денег от государства, да, так и люди мира бизнеса, которые могут проинвестировать на очень серьезные суммы наш проект и, соответственно, получить на выходе очень серьезный пакет долей компании, который принесет серьезный доход уже в недалеком будущем. Потому что предполагаемая цена отдельно взятой акции в 2017 году, когда мы начнем котироваться, да, на международном финансовом рынке, это 1 доллар США. Сегодня вы приобретаете эти акции там за несколько центов или даже за несколько десяток цента, если покупаете большие пакеты. Одна из задачей – создать благоприятные условия для каждого отдельно взятого инвестора, то есть вы легко можете стать инвестором, не выходя из дома, даже вот только проснулись, не умывшись, не почистив зубов, да, вот, не позавтракав, зайти по чьей-то реферальной ссылке, зарегистрироваться, выбрать себе пакет, купить и стать инвестором в нашем проекте. При этом мы обеспечиваем максимальную прозрачность того, что вы можете здесь делать, того, что делаем мы, и информируем наших партнеров, инвесторов обо всем, что происходит в развитии технологии и в развитии проекта компании Skyway Capital. Опять же, реализацию проекта группы компании Skyway можно разбить условно на четыре части. Самое важное на каждом этапе – это своевременное финансирование этого этапа, как я вам говорил, есть определенный набор работ, которые нужно оплачивать, финансировать, да. Это строительство экотехнопарка, где мы в дальнейшем, уже в недалеком будущем, продемонстрируем, что из себя представляет технология и начнем и засертифицируем данный вид транспорта и выйдем на мировой рынок. В дальнейшем будет реализация адресных проектов и получение прибыли. Компания, как я говорил, официально зарегистрирована в Великобритании. Стать инвестором может человек, фактически проживающий на территории всего земного шара. Неважно, в какой стране вы живете сегодня, вы можете стать инвестором, находясь там, где вы сегодня находитесь. Важно, что приобретая пакеты акций компании Skyway Capital, вы становитесь инвестором в корневую технологию, вы становитесь совладельцами этой технологии, совладельцами в недалеком будущем крупнейшей транспортной компании. Потому что емкость рынка, которую, скажем так, завоюет технологию Skyway, как говорит генеральный конструктор, это 30-50% всего мирового транспортного рынка. А в этом рынке крутятся миллионы, миллиарды и триллионы долларов, рублей, евро, фунтов и так далее. У нас реализована служба круглосуточной информационной поддержки. Те деньги, которые вы сегодня инвестируете, пусть даже незначительные, капитализация этих денежных средств составит пока на сегодня от 5000% и выше за ближайшие 3-5 лет. А в дальнейшем каждый, кто становится владельцем пакета долей компании, сможет получать дивиденды от каждого построенного километра дороги, который будут приносить прибыль. И эта прибыль будет разделена между теми, кто сегодня инвестирует в наш проект. А на данный момент вы можете создать свой собственный бизнес благодаря партнерской программе. Подробно о партнерской программе мы говорим по вторникам и пятницам. Завтра в 13 часов будет вебинар, посвященный непосредственно партнерской программе. Ну, буквально кратко о ней скажу. То, что на данном слайде вы видите стандартные пакеты акций, то есть не акционные, простые. Они находятся в личном кабинете каждого партнера. Стоимость пакетов акций от 15 до 150 тысяч долларов. И уровень доходности на каждом пакете. Минимальный от 53, он отображен в третьем столбце. Максимальный уровень доходности у нас на сегодня 500. В стандартных пакетах акций, которые вы сейчас видите на экране. Чем дороже пакет, тем больше уровень доходности, тем больше акций на выходе вы получите. Каждая, скажем так, стоимость акций, как я вам говорил, в 2017 году предполагается 1 доллар США. То есть от 795 долларов до 75 миллионов в зависимости от сегодняшней инвестиции вы можете получить на выходе. У нас есть акционные пакеты. Сегодня их, вы видите на слайде, которые вы оплачиваете иноразово сразу, сегодня их 5. Это пакет юбилейный. Оплачивая 1000 долларов, вы получаете на выходе 300 тысяч акций нашей компании. Если вы оплачиваете через течение месяца еще раз пакет за 1000 долларов, вы получаете уже 480 тысяч акций. Если вы и третий раз готовы оплатить 1000 долларов, в таких рамках не позднее, чем через месяц, вам еще начислено 570 тысяч акций. Суммарно это будет 1 миллион 350 тысяч акций. Есть пакеты стоимостью 5000, 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. Они позволяют вам приехать на территорию Экотехнопарка осенью, высадить свое именное эксклюзивное тело на территорию Экотехнопарка, что, кстати, сделало огромное количество инвесторов. Там у нас уже есть аллея, высаженная осенью, аллея, которую высадили буквально на днях. И то же самое будет происходить в октябре месяце. И у нас есть 7 пакетов акций, которые вы можете приобрести в рассрочку. То есть незначительными суммами ежемесячно оплачивая на 10 месяцев вперед. То есть это от 25 долларов в месяц до 500 долларов в месяц. Пакеты, которые вы видите внизу, это 80 долларов ежемесячно на полгода, 150 долларов на 4 месяца и по 500 долларов 2 месяца подряд, они также позволяют высадить на уже фруктовое дерево на территории Экотехнопарка. Далее. Как я уже сказал, что партнерская программа это сегодня инструмент в ваших руках, который вам позволяет создать серьезный бизнес. Не дожидаясь выхода группы компании Skyway на рынок инвестиций, вы уже можете заработать и несколько тысяч, а может быть, скажем так, несколько десятков тысяч долларов, если приложите активные усилия. У нас есть целый ряд преимуществ у партнерской программы. То есть инвестируя даже 15 долларов всего-то, вы можете зарабатывать сотни долларов в месяц, тысячи долларов в месяц. У нас нет необходимости подтверждать свою квалификацию по маркетинг-плану, который вы достигли. То есть поднялись на ступеньку, ваша квалификация вам соответствует всегда на всем протяжении, скажем так, взаимодействия с нами. Поднялись выше, соответственно, выше. Вниз никогда не подойте. Высокий процент выплат до 20% от непосредственного, скажем так, рекомендации, которые вы делаете своим партнерам, и за вами они регистрируются, покупают пакеты. И глубина у нас достигает 24 уровня структуры, из которой вам выплачивается от 0,1 до 7%. Где-то ограничение по количеству тех, кого вы можете пригласить в этот проект. То есть они могут стать акционерами, просто купить пакеты, а могут стать активными партнерами. И у нас до сих пор бонусное вознаграждение, которое вы получаете, начисляется на бонусный счет, откуда вы можете его выводить вам необходимы. Есть акционный счет, на который начисляется такая же сумма денег, но эти деньги вы можете потратить только на покупку пакетов из вот этого светло-серо-зеленого раздела. Это с акционного счета вы можете таким образом увеличивать портфель инвестиций в нашем проекте, и на выходе вы будете получать те же самые, такие же акции, все равно, что вы бы оплатили из бонусного, либо с основного счета. Задача партнерской программы привлечь за два года порядка 300 миллионов долларов в развитии технологии. Это создание крупных региональных структур, выявление лидеров, то есть по сути это региональные представители нашей компании, у которых есть дополнительная мотивация, дополнительный доход. В дальнейшем уже это будет создание адресных проектов, а в целом оптимизация всех бизнес-процессов, которые приносят денежные средства в развитии наших технологий. У нас есть целый ряд инструментов, которые вы можете использовать. Это план вознаграждения в разделе инструменты партнеры, с которым вы можете ознакомиться, скачать на компьютер и давать информацию своему окружению. Это реферальные ссылки, благодаря которым люди регистрируются под вами, приобретают пакеты акций, из-за этого вы получаете свое вознаграждение. Это баннеры, то есть вы можете вставлять HTML-коды, более 60 видов баннеров на свои страницы в интернете. Это могут быть блоги, сайты, это могут быть сайты-одностраничники, страницы в соцсетях, в которых вы зарегистрированы. И тем самым баннер будет выставлен на вашей странице и будет на вас работать 24 часа в сутки, даже когда вы спите либо отдыхаете. Потому что кликая по нему, люди будут переходить на информацию, с которой они ознакомятся, либо на официальный сайт, либо на лендинг-партнера. На этих страницах есть кнопка «Зарегистрироваться». Если люди там регистрируются, то это ваши реферальные партнеры, потому что к баннерам также прикреплена реферальная ссылка. Далее, раздел новостей в личном кабинете – это тоже инструмент. Напротив каждой новости есть кнопки «Соцсети». Если вы зарегистрированы в одной из них, вы нажимаете эту кнопку, пишете короткий комментарий, новость размещается в вашем личном кабинете этой соцсети и в вашей странице, точнее, да, и люди, все, которые являются вашими друзьями, увидят информацию о том, что вы что-то разместили. Они могут перейти по данной ссылке, посмотреть, ознакомиться с новостью, потом перейти на страницу наших интернет-ресурсов и нажать кнопку «Регистрация» и стать вашими партнерами. У нас есть вебинары, презентации компании, вот такие, которые вы сейчас видите. Есть живые презентации в целом ряде городов, и в начале мая будет очередная рассылка с графиком и временем проведения вебинаров в разных регионах, в разных странах, в разных городах, и кто их будет проводить с координатами, проводящих живые презентации. Вебинары по партнерской программе целая середа обучающих мероприятий, которые ведут лидеры развивающих у нас бизнес. Информацию об этом вы можете найти в разделе личного кабинета событий и расписание вебинаров. Вы можете туда зайти, увидеть, когда и что будет проводиться, взять там реферальную ссылку, разослать тем людям, которые могут прийти на этот вебинар, которым это может быть интересно, быть самому, быть со своими людьми на этом вебинаре, после вебинара ответить на вопросы и получить какое-то количество потенциальных, либо реальных партнеров, которые станут нашими инвесторами. Есть возможность обращения со стороны сайта, либо из личного кабинета в службу технической поддержки, то есть вы кликаете на панельку справа, которая там у нас есть на экране, открывается это окошко, вы вводите свои вопросы, получаете ответ. Если, скажем так, сложилась ситуация, на которую сразу вам не могут ответить специалисты технической поддержки, они оформляют заявку, и уже, скажем так, люди из того отдела, которым данная заявка попадает, решают ваш вопрос. И, как я говорил, для людей, которые готовы стать региональными лидерами, у нас есть дополнительная бонусная программа, по которой они могут развиваться, получать, скажем так, дополнительно до 4,5% от товарооборота, который они создают в своем регионе. То есть это франшиза, готовый бизнес под ключ. Этим людям помогают, рекомендуют, как это делать, как проводить мероприятия. В плоде того, что, скажем так, к вам могут приехать непосредственно из Москвы, либо лидеры, которые, скажем, работают у нас в компании, и помочь провести данное мероприятие. Можно просто все согласовать. По сути дела, любой человек, который является региональным лидером, может стать крупным акционером нашей компании, получить очень серьезный источник дохода, стать успешным, богатым и счастливым. По сути, то, что я хотел вам сказать, я сказал, я старался это делать недолго, я старался не отнимать у вас большое, скажем так, количество времени. Причин здесь несколько. Первое, внимание людей удерживать, скажем так, на протяжении длительного периода времени достаточно сложно. Недаром, скажем, 45 минут, все-таки, это то время, которое уделяется на уроке. Это то время, когда дети еще могут что-то высидеть. Второе, то, что на презентации, в принципе, не цель рассказать все, что можно о технологии SkyWay, и каждую подробность, за что вам начисляются копейки, либо доллар, либо много долларов, потому что есть специальные мероприятия, где об этом говорится подробно. Презентация, место выявления интереса. Поэтому у каждого из вас, если здесь есть новички, есть возможность принять участие в проекте, который является одновременно и инновационным, и инвестиционным, приложить свои физические усилия, духовные, моральные, финансовые, по той возможности, которая у вас есть. Но как раз-таки финансовые свои возможности, благодаря данному проекту, вы можете очень здорово раздвинуть, сделать шире, и в итоге потом радоваться каждому дню своей жизни, и путешествия потом, используя данный транспорт, используя денежные средства, которые у вас есть, в ваше благо, и благо ваших родных и близких. Адрес нашей компании, где мы находимся сейчас в Москве, это улица Щепок, дом 22, строение 1. Рядом с нами находится гостиница Бибис. Недалеко мы находимся от метро Павелевская и метро Серпуховская, либо Добрынинская. Рады вас видеть. Единственная просьба. Если вы планируете посетить наш офис, вы увидите телефон, заранее, пожалуйста, договоритесь с менеджером, который у вас есть здесь в Москве, заранее предупредите, во сколько вы приедете, потому что, скажем так, наши менеджеры, это не экскурсоводы, у них есть определенный объем работы, который нужно выполнять. То есть какой-то промежуток времени вам выделят в течение дня, но он будет не очень продолжительным. Поэтому, в принципе, все, что я хотел рассказать, через 6 минут, кстати, начнется интересный вебинар, который проведет Владимир Маслов. Он передаст нам свои эмоции от увиденного на территории Экотехнопарка. Информация на его вебинарах идет о адресных проектах, как к ним правильно относиться, как с ними работать. Поэтому я вам рекомендую не опаздывать на его мероприятия. Может быть, еще в течение 5 минут заварить себе, скажем так, чашечку чая и прослушать информацию, которую даст непосредственно он. А я на этом заканчиваю. Хочу вас поблагодарить за то, что были сегодня с нами. Всем здоровья, любви, денег, отличного вечера, хорошего настроения. Ну и те люди, которые интересуются доходом, с удовольствием вас увижу завтра на мероприятии, которое будет в 13 часов. Я буду рассказывать о маркетинг-плане нашей компании, о том, как можно заработать деньги. Пригласите всех тех, кому это может быть интересно. Здоровья, любви.